Поезд Победы – масштабный историко-просветительский проект, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Музей на колесах объехал многие города России, и его посетили свыше 92 тысяч человек. Особое внимание деталям. В экспозиции более 4000 единиц оригинального реквизита и свыше 150 фигур экспонатов. Причем большая часть реквизита – оригинал. Добавляют реалистичности подобранные фото и видеоматериалы, документы из архивов. Мы собираем эти вещи по всей стране. Где-то, бывает, покупаем, что-то нам приносят. А в поезде исключительно оригинальные вещи. В поезде очень много времени уделено, очень много внимания уделено именно мелочам и очень высокой детализации проекта. Обычные пассажирские вагоны, военный, лагерь смерти, блокадный Ленинград и, конечно, победа. Каждый вагон, их всего девять, посвящен разным событиям того времени. Уникальный музей посетил и губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Показано, какой ценой далась нам эта победа. На самом деле это очень важно, особенно в наше время. Вы должны помнить о своей истории. Россия всегда должна быть сильной, мощной. Пока мы будем таковыми, мы сможем защитить себя и свое будущее. Проходя по выставке, ветераны войны не могли сдержать слез. Здесь все как наявом. За время экскурсии они будто прожили те страшные годы вновь. Прожил вторую жизнь эту повторить. Я помню войну с первого дня и до последнего. Вот я прошел по всем и смотрю, сколько труда, какой ответственности, какой воспитательный характер этот поезд несет люди. Вы представляете? Это все вживую. Сделано все это вживую. Здесь даже входишь, когда в вагон, и ты даже не различаешь, что это живой человек или макет. Понимаете, это проделана работа колоссальная. Ощущаешь просто кожей, своей даже клеточкой, любой клеточкой. Желающих посетить поезд Победы оказалось так много, что все места были забронированы в первый день бесплатной регистрации. Организаторы отмечают, что после посещения музея на колесах у посетителей всегда разные, но настоящие эмоции. Равнодушных после просмотра нет. Я очень удивилась, когда зашел в первый вагон, я подумала, что все живые люди, а это всего лишь скульптуры. Я считаю, скульптуры настолько миллиметражно проработали все свои работы, что они выглядят как живые, как настоящие. Как ты думаешь, нужно подрастающему поколению это показывать, знать? Я считаю, что да, потому что без знаний прошлого никогда не будет будущего. После Ульяновска поезд Победы продолжит свое путешествие по стране. Следующей станцией на его пути станет Царанск.